Мы еще пока не открываем зигельские чтения официально, поэтому я повторю то, что официально говорить нельзя. Значит, вы знаете, что билеты уже сюда к нам не продаются, за счет благотворительности живем, и, скажем, слово даже, цена, стоимость, продажа и так далее, все это здесь нельзя произносить. Ну, так вот, сейчас правила такие. Вот коробочка вот тут вот лежит, вот коробочка, видите, да, и на столе оргкомитет, значит, принимается пожертвование. Спасибо. Так, ну, а теперь официальная заставка. Поздравляю вас, уважаемые коллеги. Открыто 55-е зигелевские чтения. Мне очень приятно, что вот здесь собрались в президиуме даже, это можно выключить все, значит, люди, которые во многом определяют успешность зигелевских чтений. Здесь вот на картинке мелькнуло, значит, благотворители, но я их назову полностью. Значит, чтение проводится при поддержке информационной, организационной и, извините, финансовой государственной радиовещательной компании «Маяк». Интернет того канала «Глобальная волна», ассоциация «Протоистория», клуб искателей достоверных знаний «Ладога» из Санкт-Петербурга. Интернет-канал «Руссвет» Санкт-Петербург. Академия геополитических проблем, корпорация «Московский институт теплотехники», акционерное общество двигателей «Владимир Климов», «Мотор Сич», группа компаний «Конти», академия изучения проблем национальной безопасности, интернет-портал «56-й канал». Низкий поклон всем этим людям. Представляю стартовый президиум Зигелевских чтений. Значит, самый крайний Тимофей Антонович Егоров, он будет выступать со своим докладом, я его представлю более подробно позже. Сейчас могу сказать только одно. Это генеральный директор Ассоциации экологии Непознанного. Ассоциации с точки зрения юридической формы. Вот есть такая форма ассоциации. Один из основных благотворителей Зигелевских чтений, уважаемый Анатолий Петрович Ситнов. Он мне запретил называть его подполной. Вот, генерал-полковник и в прошлом, что особенно, так сказать, ну, выдающийся, это значит, начальник вооружения нашей страны. Есть такая должность. Значит, Сергей Иванович Сухонос, тоже он будет выступать чуть попозже. Вот, и вы его хорошо знаете. Виталий Михайлович Мильников, доктор технических наук, академик Академии Космонавтики, Академии Международной Академии Информатизации. Екатерина Семеновна Морозова, доверенное лицо космоса. Коллеги, вот я, извините, Екатерина Семеновна так вот назову, так сказать. Вот помните фильм «Берегись автомобиля»? Это, говорит, у кого нога? Это у кого надо нога? Вот Екатерина Семеновна, она вот из этой же, как сказать, группы людей. Вот, и с большим удовольствием, с большим удовольствием представляю первый раз присутствующего в президиуме Зигельских чтений Владимира Игоревича Логовского, журналиста и обозревателя отдела науки медиагруппа «Комсомольская правда». Еще раз похлопаем. Стартовый, значит, президиум будет меняться. Я должен, так сказать, ну, приветствовать каких-то новых людей, которые здесь, естественно, будут, немножко опоздали. Ну, сам со своими, так сказать, изысками, что называется, потом выступлю. Ну, а сейчас будем считать, что чтение, мы вошли, так сказать, в решающую фазу начала. Начало.